Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вот живёшь ты такой, то ли да, то ли нет, то ли вообще непонятно что такое. Однако, оно всё равно вот всё, вот это вот будет намного лучше, чем у Ярослава Брулёва, да и у всех прочих людей, кого не назови. Хуяры! Также этот дневники волны хочет добить к лету 23 подписчикам. Подадал, гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садимся. Что у вас же большинство зрителей, как у населения Ютуба это нравится. Промокод хэштег Луня. А если не хотите, то... На экране ты видишь постер машинимый Лимит Эпизод 2. А что это значит? Это значит, что релиз труда Алекса совсем скоро. Блять, Алекса, сука, Алекса, совсем скоро. И это не интуиция. В группе студии объявлено, что новый Лимит, или Лимит, мы увидим уже на следующей неделе. Сиквел обещает быть лучше своего предшественника. Поэтому жду. Ну, я, наверное, тоже жду. Не знаю даже вы. Напишите в комментариях, я немного поиграю в Николая Соболева. Если вы, типа, такие ждёте, то значит, типа, ну, я тоже жду. А почему бы и нет? Ну, типа, ну, вы поняли. Diamond Roleplay. Идея нашла свою реализацию. Вчера в официальной группе проекта объявили о закрытии нескольких серверов. Закроют самые непопулярные. Radiant, Onyx и Quartz. Саму идею о закрытии серверов, о которой говорили ещё на стриме, назвали вбросом информации. Сделали они это для того, чтобы посмотреть на реакцию публики и подготовиться к закрытию. Далее пошла одна тысяча знаков с вдохновляющей речью. Более походящей на оправдывание своего решения. Кратко, это шаг назад, но это не регресс. Это революция во имя прогресса. Мы всё так же будем работать над проектом. Многие из вас за 6 лет жизни проекта добились всего и просто заходят для оплаты имущества. Когда все работают на шахте или сопилке, мы знаем. Вы скучаете по этим временам. Ну, ну, не знаю. А, это редактор так поутрировал, он тут дальше пишет. Да, местами я утрирую, но тем не менее, тысяча-значная речи в группе всё равно выглядит забавно. Будто играю в тропе К6 и думаю, о чём буду говорить во время речи перед выборами. Ой, ну, знатно затроллил, знатно, красава. А теперь перейдём к полезной информации. Эти три сервера будут работать как минимум до 27 июля. Информация о бонусах для переезжающих выйдет с 14 июля. Однако, некоторые подробности по переносу аккаунта известны уже сейчас. Перенос аккаунта будет бесплатным. Ну, блять, ещё бы он был платным, сука, Даймонд. Ну, блять, серьёзно, ладно. Владельцы домов, бизнесов и перформанс тюнинга получат дополнительные компенсации. Что до владельца дорогих номеров, то им со своим номером расставаться не придётся. Просто при переносе будет добавлены цифры к номеру. Например, номер 555-5555 станет 5555-555. Ну, и многое другое. Самп и графики, видимо, какая-то новая рубрика у них тут вышла. Да и многое другое. Блять, как же много всяких скриншотов придётся сюда лепить. Ну, ладно, я думаю, придётся потерпеть, повозиться с монтажом ради моих любимых зрителей. Поставьте, пожалуйста, лайк, нажмите колокольчик, подпишитесь на канал. Сегодня ФОО Network опубликовали статью, в которой показали популярный самп через статистику Google Trends. Кратко, за последние 5 лет популярность платформы упала. Но если раньше в тенденции были сильные скачки, то теперь всё устоялось. А, как мы знаем, любая, как бы, стандартизация, любая, то есть, стабильность, это стагнация. В дополнение к этому подкину график онлайна сампа. У меня он только за 3 года, но на нём спад тоже виден. На графике приведён среднесуточный онлайн. И по сравнению с 2017 годом онлайн упал. Притом, упал как минимум на 10 тысяч. В Сампнет Роллиплей. Недавно, числа 4-го, проект Аврор Роллиплей был выставлен на продажу. Об этом я, кстати, говорил в одном из предыдущих дайджестов. Если не видели, можете посмотреть. Игрокам Аврор было предложено перейти на Сампнет с восстановлением аккаунта. Для этого Сампнет создал отдельный раздел на сайте. Ну и, естественно, онлайн Сампнет Роллиплей повысился. Вот график с 4-го по 6-е число. На графике онлайн представлен поминутно. И ещё одна новость. Скоро у Сампнет появится собственный лаунчер. Точный перечень функционала пока не заявлен. Но как минимум будет присутствовать голосовой чат. Над ним сейчас работают. Снизу увидишь эскизы лаунчера, которые, возможно, ещё не конечны. Сам разработчик в разговоре со мной, то есть с дизайнером, отметил, что дизайн не первоочередная вещь в лаунчере, над которой сейчас трудятся в команде. А жаль, как сказал когда-то Нострадамус, как бы упаковка это лицо товара. Ну или как-то так, я не помню, если честно. Ривент Роллиплей с объёмными новостями закончили. Переходим к мелким и менее важным. Но раз они менее важны, то дайджест уже можно и закрыть. Ну ладно, это такая шутка июльская. Но не важно. Вот, например, Ривент сделали собственный музыкальный трек. Говорят, сейчас такое модно. Ну, а почему бы и нет? Amazing The M. Ну и вишенка на торте ChangeLog. Давайте я не буду вам его читать. Если захотите, почитайте сами. Вы что, вы тупые какие-то или какие-то? Я не знаю. Вы что, вы малолетние дебилы? Или как? Или малолетние идиоты? Я не знаю. Нет. У нас тут не аудитория какого-нибудь там, я не знаю, Дейпана или наподобие того. Поэтому нет. Малолетних идиотов у нас в данном случае нет. Ну и что могу сказать под конец? Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте дизлайк. Подписывайтесь. Комментарии. И оставляйте, получается, лайк. Ну, не знаю. В общем, как хотите, что хотите, то и делайте. Вы в свободной стране, в конце концов. А также оставайтесь абонентами моего канала. Всем спасибо и всем пока.